добрый вечер дорогие абитуриенты рада вас приветствовать высшей школе бизнеса меня зовут маргарита глоткова я являюсь заместителем директора высшей школы бизнеса и отвечаю за прием поэтому сегодня рада вам рассказать про нашу программу магистратуры по направлению бизнес информатика и рассказать в принципе как попасть в высшую школу бизнеса но для начала начнем с небольшого вступления хотел бы рассказать что же такое высшая школа бизнеса это один из факультетов высшей школы экономики на самом деле крупнейший факультет у нас только на бакалавриате магистратуре учится 5000 студентов а так мы реализуем программы от бакалавриата до дополнительного профессионального образования и бей то есть люди на самом деле всех возрастов могут найти программу себе по душе кроме этого у нас много выпускников потому что на самом деле несмотря на то что сама школа бизнеса открыла свои двери только три года назад практически мы стали результатом такой структуризации 11 подразделений высшей школы экономики и поэтому уже у нас есть большая история мы очень ценим связи с выпускниками и всегда рады их приветствовать наших стенах мы также делаем акцент в нашей работе на взаимодействие с компаниями с партнерами у нас на самом деле более 100 партнеров с которыми мы работаем на ежедневной основе расскажу чуть подробнее как ну и на самом деле поскольку вы являетесь абитуриентами магистратуры то наверняка вам интересно сколько же таких у нас программ нас на самом деле достаточно много и вот программы то что называется основного основные образовательные программы то это бакалавриат и магистратуры у нас таких программ 18 6 программ бакалавриата и 12 программ магистратуры мне кажется еще большая ценность нашей бизнес-школы в том что мы совмещаем в себе два направления это менеджмент и бизнес-информатика поэтому можем давать максимально актуальные знания потому что не менеджмент не может быть без понимания технологии без того что называется бизнес-информатика ну и наоборот ты не можешь быть хорошим аналитиком не понимая на самом деле хорошо бизнес мы находимся в центре города на шаболовке я надеюсь что каждый из вас поступит и станет частью нашего кампуса попадет наше прекрасное вот вы видите на фотографии здание но давайте расскажу про программы программа магистратуры это 12 программ а четыре из них реализуются как раз таки по направлению бизнес-информатика это бизнес-информатика цифровое предприятие управление информационными системами такая наша их самая крупная наверное наиболее такая генералистская программа далее программа бизнес-аналитика систем больших данных электронный бизнес и цифровые инновации и онлайн программа управления цифровым продуктом а важно отметить что одна из этих программ бизнес-аналитика систем большой данных реализуется полностью на английском языке остальные программы как на русском так и на английском реализуются вы видите на слайде указано количество бюджетных мест наверняка это вас интересует количество коммерческих мест и мест для иностранных студентов помимо направления бизнес-информатики нас также реализуется направлением менеджмент и здесь у нас можно сказать что тоже есть две группы программ это стратегии управления это например программы стратегический менеджмент и консалтинг международный менеджмент производственной системы операционной эффективности управление людьми цифровые технологии и организационное развитие и управление устойчивым развитием компаний ну вот последние две программы самые новые они открылись открыты были только в прошлом году вот но также вы видите что у нас здесь есть программы на английском языке и у нас еще есть программы которые реализуются вот скорее вот по треку маркетинг это собственно маркетинг с образовой технологии и маркетинговой коммуникации менеджмент в ритейли и маркетинг менеджмент онлайн программ таким образом у нас по двум направлениям по менеджмент и по бизнес-информатике есть в каждом направлении Программа, реализуемая на английском языке полностью, и программа, которая реализуется полностью в онлайн-формате, но при этом является очной. Почему стоит идти в магистратуру высшей школы бизнеса? На самом деле, по результатам опросов наших абитуриентов, мы знаем, что вам важно, что магистратура дает вам дополнительные карьерные возможности. У вас есть возможность познакомиться ближе с компаниями, с практиками бизнеса. Вам важно, в какую среду вы попадаете, что занятия проходят не скучно, вы действительно реализуете проекты, которые вы можете добавить в свое портфолио. Ну и, собственно, дальше получить карьерный буст и максимально получить хорошее предложение по работе. Ну и, как мне кажется, то, что вы попадаете в невероятно амбициозное, заинтересованное комьюнити, тоже дает вам большие возможности, потому что вы среди своих однокурсников можете найти своих партнеров, друзей и тех людей, с которыми вы дальше пойдете по жизни выстраивать свою успешную карьеру. Важно, наверное, сказать, что обучение в магистратуре — это два года, и здесь, в отличие от многих учебных заведений, у нас модульное обучение. Получается, что это четыре модуля, каждый из которых длится всего лишь два, ну или в редких случаях три месяца. Когда, на самом деле, получается, что у вас достаточно интенсивное обучение, часто, на самом деле, у нас занятия проходят в вечернее время, но совершенно необязательно. Соответственно, у вас в течение года четыре сессии, а не две, как это бывает в обычных, ну, точнее, в других учебных заведениях. Кроме этого, важно отметить, что в высшей школе экономики используется десятибальная шкала оценивания, и у вас более такой разнообразный подход к тому, чтобы оценить, что вы действительно выполнили работу на отлично или нет. Ну и важно, что, да, вы учитесь очно, вы посещаете занятия, это, в принципе, обычная практика, но преимущественно оффлайн-занятия мы используем, да, помимо двух программ, которые у нас реализуются полностью в онлайн-формате, но иногда у нас бывают гибридные занятия, потому что мы приглашаем разных гостевых спикеров часто, ну и поэтому, в принципе, могут быть онлайн тоже занятия, нужно к этому быть готовым. В принципе, хочется сказать, что, наверное, вне зависимости от того, какую образовательную программу вы выберете, вы выстроите свою собственную образовательную траекторию, потому что помимо, там, обязательной части образовательной программы у вас есть возможность выбора, это и предметы по выбору, это и общие доступные курсы, которые есть в высшей школе экономики, где вы можете выбрать курсы разных направлений, да, для того, чтобы расширить свои знания, ну и у вас достаточно много практической работы предстоит, у нас, например, нету практически ни одной программы курсовых работ как в таком индивидуальном формате, чаще всего студенты реализуют проекты в командах, что также готовит вас больше к реальной практике. Ну и в большинстве случаев, да, то есть на самом деле, если посмотреть на количество кредитов, да, проект на работу — это практически треть учебы в магистратуре. Что-то точно будет не скучно, и вы сможете попробовать себя в разных ролях и познакомиться со своими однокурсниками в разном формате. Как же попасть к нам на программы? В большинстве случаев, да, для того, чтобы попасть на программу, вам необходимо сдать портфолио и английский язык, да. Вот вы можете посмотреть у каждой программы на сайте Высшей школы экономики или на странице каждой программы. Есть раздел абитуриента, и там вы можете увидеть состав портфолио. Также вот здесь по ссылке по QR-коду вы можете посмотреть, какие конкретно требуются элементы, да, портфолио для каждой программы. Он может чуть-чуть разниться, но на самом деле блоки, в принципе, похожи, да. Вам необходимо предоставить документ о высшем образовании, вам необходимо предоставить мотивационное письмо чаще всего, предоставить информацию о ваших индивидуальных достижениях, так что присмотрите, пожалуйста, свое портфолио, что же вы такого сделали и сможете ли вы подтвердить это каким-либо документом. Ну, чаще всего нужно написать эссе и на определенную тему, у каждой программы тема своя. Ну, и далее, опять же, чаще всего это собеседование с комиссией, где уже принимается финальное, после которых уже принимается финальное решение. Вот, в принципе, на слайде вы можете увидеть также то, где вы можете найти подробную информацию о том, какой состав портфолио и как найти, загрузить, собственно говоря, документы. Надеюсь, что с этим вы все справитесь. Уже скоро это, возможно, будет сделать. Ну, и английский язык, квалификационный экзамен по английскому языку. Здесь он работает в формате зачет-незачет, в отличие от портфолио, где у нас 100-балльная система. И необходимо набрать 41 балл. Формат экзамена также по ссылке, по QR-коду вы можете подробнее узнать информацию об этом экзамене. И, ну, собственно, к нему подготовиться, потому что тоже есть тренировочные экзамены, где вы можете увидеть, в принципе, подходит, сможете ли вы его пройти. Да, вы можете также перезачесть имеющиеся сертификаты, если они у вас есть. И здесь вы видите информацию о том, какие условия перезачета есть, согласно правилам высшей школы экономики. Ну, да, если еще поподробнее чуть-чуть остановиться на вопросах, которые мы часто получаем, какие проходные баллы на бюджетные места. Проходной балл, на самом деле, меняется ежегодно. И вы можете ознакомиться с теми баллами, которые были в прошлом году. В принципе, для ориентировки, наверное, это можно использовать. Но, на самом деле, это не значит, что такой же проходной балл будет в этом году. Он зависит от того количества абитуриентов, которые приходят на программу, ну, и в целом от уровня тех абитуриентов, которые приходят. Скидки, да, часто интересуют абитуриентов скидки. У нас, да, есть разные, на самом деле, возможности. У некоторых программ есть грантовые места. У вас есть возможность также получить скидку, например, если вы выпускник высшей школы экономики. Ну, только что тут тоже нужно смотреть конкретно, какая ситуация у вас. И вы можете тоже ознакомиться более подробно с информацией про скидки по ссылке, которая здесь представлена. В принципе, вот сайт ma.hc.ru – это сайт, который, наверное, должен быть таким сейчас максимально у вас на быстрой кнопке. И, да, существуют ли какие-то льготы для поступления. Да, существует. По состоянию здоровья у нас такие скидки, такие льготы не предоставляются. Но если вы имеете инвалидность, то по личным заявлениям вам будут предоставлены специальные условия для проведения вступительных испытаний. И вы можете дальше участвовать в конкурсе, как и остальные. Ну, и про вопрос часто про совмещение работы и учебы. На самом деле, я думаю, что мы сейчас можем обратиться к гостю, который у нас присутствует сейчас в студии. Это Денис. Это один из студентов магистратуры как раз по направлению бизнеса, одной из программ по направлению бизнес-информатики. Он нам расскажет, потому что, насколько я понимаю, он как раз-таки это делает. Получается ли мы это делать успешно, мы сейчас и узнаем. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, расскажите чуть-чуть поподробнее, может быть, для начала, про ваш бэкграунд. Где вы учились и как вы попали вообще на какую программу? Окей. Я учился в бакалавряте двух дипломов Лондонской школы экономики и Высшей школы экономики. Тогда эта специальность называлась «Международные отношения». Сейчас эта программа немного претерпела изменения. Но, тем не менее, у меня было два диплома на момент, когда я стал думать о том, куда поступать. И на тот момент я пробовал разные пути своей карьеры, делал какие-то стартапы, но у меня ничего из этого не взлетало. Когда я был в бакалавриате, работал продуктом в нескольких tech-стартапах. И постепенно у меня складывался такой пазл, что мне точно нужно идти в профильное IT-направление, чтобы развиваться как продуктовый менеджер, лучше понимать бизнес-процессы, что такое цифровая трансформация. И так я понял, что Высшая школа бизнеса, в частности программы бизнес-информатики, идеально для этого подходят. Вот так я выбрал для себя электронный бизнес, цифровую инновацию эту магистратуру, где я сейчас и учусь. И да, я могу достаточно свободно совмещать как учебу на этой магистратуре, так и развитие своей IT-студии, шонтех. Но при этом я хочу сказать, что можно вполне работать как и в наемной, как и наемным сотрудником. И причем я знаю очень подавляющее большинство моих однокурсников, они как раз это делают и работают в ведущих компаниях. Есть среди таких компаний, как Яндекс, Авито, Сбер, Accenture. И в общем, да, мы это можем делать. Я как сказала, что у Вас чаще всего просто занятия вечером или по субботам, поэтому в принципе это делать возможно, реально. Да, абсолютно, Маргарита. И вот Вы еще подметили, что у нас есть так называемый гибридный формат, когда некоторые занятия могут переноситься в какой-то формат, где проходит, например, онлайн занятия, онлайн трансляции. Да, такое очень часто применяется. Ну вот расскажите, получается, что у Вас гуманитарное образование все-таки базовое, и после этого Вы решили выбрать бизнес-информатику. Наверное, ребятам и абитуриентам будет интересно узнать, вообще было ли сложно поступить, да, то есть спрашивали, может быть, вопросы какие-то на знания. Ну и сейчас учиться, вот не сложно ли, потому что, насколько я понимаю, что все-таки ребята, которые приходят учиться в магистратуре, у них бэкграунд разный. Как Вы себя чувствуете вообще в компании своих однокурсников? Ну, мне кажется, это немного стереотип, что если ты учился на дипломата, то после этого тебе будет очень трудно учиться на бизнес-информатике, заниматься такими дисциплинами. Мне кажется, то, что все зависит от собственной готовности, вашей готовности, да, как абитуриента. Если Вам действительно это интересно, Вы хотите в это погружаться, то никто не запрещает Вам, когда Вы еще учитесь в бакалавриате, проходить всевозможные курсы на массовых онлайн-платформах, да, Курсера или вот есть много аналогов. Я так и делал, проходил курсы по продуктовому менеджменту, по UI, UX-дизайну. И когда наступил момент подачи заявления и создания некого портфолио, да, списка всего того, что у меня есть, что я могу загрузить в платформу абитуриента, я как раз это сделал. И вот на удивление, я даже специально, я не предполагал, что мне эти сертификаты на Курсере могут понадобиться, но в действительности они реально дали мне вот эти вот дополнительные баллы, благодаря чему я сейчас учусь на бюджете. Супер. Ну, наверное, вообще, вот Вы уже сказали, что, да, однокурсники работают в ведущих компаниях. Вообще, как бы Вы характеризовали, в принципе, студента, который учится в магистратуре? Что это за окружение, в которое Вы попадаете? Я бы сказал, что это суперответственные люди, проактивные, с очень активной жизненной позицией, которые хотят развиваться, постоянно достигать какие-то новые высоты в своем, в профессиональной карьере. И действительно, когда ты погружаешься в эту среду, то ты, она тебя заряжает вместе с ними, ты тоже начинаешь расти в этом общем темпе. И это, наверное, одно из таких главных достоинств магистратуры, да, почему реально в нее стоит идти. Потому что Вы, приобретая статус студента высшей школы бизнеса, Вы получаете гигантское комьюнити, комьюнити как студентов, с кем Вы учитесь, да, потому что здесь учатся самые перспективные ребята, так и комьюнити выпускников. Не секрет, то, что высшая школа бизнеса обладает просто феноменальным, можно сказать, комьюнити тех, кто уже выпустился и сейчас работают на каких-то C-level позициях в крупных компаниях, как и в России, так и по всему миру. Поэтому здесь опять же играет сила вот этих вот силы связей, да, то, что Вы можете при желании легко выйти на связь с каким-нибудь топ-менеджером из Сбера или Авито, и Вам будет достаточно легко о чем-то начать говорить, что может быть Вам интересно. Потому что сила, сила альма-матера. Ну, наверное, вот помимо, да, выпускников и студентов, тут еще есть преподаватели, да, у нас, вы говорите, мы проводили опросы для клиентов, и вот, на самом деле, магистрантам, именно, да, вот тем, кто идут в магистратуру, им важно, на самом деле, кто же будет у них преподавать. Расскажите немножко про то, кто это преподаватели, это исследователи, это практики больше, может быть, кто это, яркий пример какого-то преподавателя есть среди тех, кто был уже у Вас в этом году. Я бы сказал так, что вше славится своими преподавателями именно за счет того, что это могут быть как практики, которые совмещают свою преподавательскую деятельность с работой на руководящих позициях, крупных компаниях. И поэтому, когда вы приходите на предмет, вы чувствуете, что этот человек владеет дисциплиной, и если вы спрашиваете какие-то неудобные вопросы, чтобы просто как-то лучше понять, глубже погрузиться в предмет, он обязательно даст вам ответ, и это, мне вот это очень нравится. А второе, это, я бы сказал, есть еще второй тип преподавателей, это преподаватели-исследователи, которые участвуют в международных программах, изучая какие-то новые инновационные подходы, как в бизнес-информатике, так и в более, либо смежных, либо наоборот, в более таких узких дисциплинах. И если вы собираетесь продолжить в магистратуре свой трек именно в академическом русле, то это будет тоже очень, скажем, возможно, да, это реально будет возможно сделать, и вы будете ощущать себя вот в среде именно международной такой академической, академического комьюнити, это тоже очень у нас распространено. Ну, какой-то яркого преподавателя есть, может быть, пример, кого вы могли сейчас вспомнить, какой-то курс, может быть, который сейчас вам понравился за этот год особенно? На самом деле, да, классный вопрос, но у меня прям есть несколько примеров, которые бы я назвал, но если нужно прям один, давайте... Ну, у меня есть, как называется, ничего? Вот у меня есть Моголега, прямо сейчас, и Моголега называет... Что это, во-первых, такое, наверное, не всем будет ясно. Расскажите чуть-чуть. Ну, как бы я объяснил, Моголега это некоторые дополнительные обязательные предметы, которые нужно выбрать к своей основной программе. То есть я учусь на электронном бизнесе, мне нужно выбрать какой-то курс, который не по моей специальности, но при этом который я могу посещать и смогу успешно закончить. Вот, я выбрал такой Моголега, он называется «Корпоративная инновационная культура». Вот, сколько я помню, его ведет Александр Рейнгард. И чем мне нравится этот курс, тем, что я спрашиваю на парах своего преподавателя, что мне нужно сделать, чтобы внедрить какие-то элементы корпоративной культуры в своей студии, в своем бизнесе. И получается очень успешно это совмещать и выполнение задания по этой дисциплине. И в то же время я просто делаю брейншторм со всей своей командой, и мы придумываем какие-то новые ритуалы, планерки, ретро, как это все внедрять. Ну, на самом деле, кстати, вот интересно, что учась на программе, да, вы выбрали Моголега, на самом деле, в принципе, у вас там свободный выбор достаточно, да, и вы можете выбрать что-то дополняющее вашу программу, да, то есть, в принципе, в похожей тематике. Вот вы, на самом деле, выбрали, в принципе, похожие тематики, да, но немножечко что-то, видимо, что нет сейчас в программе. Но при этом можно выбрать совершенно что-то другое. Первый мой коллега выбирал урбанистику. И урбанистика — это просто был разрыв всех шаблонов. Просто что-то, что вам интересно еще. На самом деле, там тоже можно было бы про инновации цифровые как раз подумать. Абсолютно, да. Да, ну вот, на самом деле, я вернулась на слайд как раз с образовательной траекторией. Вы можете увидеть, что это один из элементов обучения. Это как раз-таки мага-лега. Это обязательная составляющая, то есть каждого студента, который попадает в магистратуру, у него есть возможность сделать такой выбор. Ну, я еще хотела, наверное, сказать дополнительно к тому, что вы говорили про преподавателей, про комьюнити и про выпускников. Это, на самом деле, академический совет. Сейчас, я думаю, что он тоже участвует активно в развитии конкретно этой программы. И там, на самом деле, тоже, насколько мне известно, тоже участвуют и выпускники. И, на самом деле, выпускники конкретно вашей программы очень активно, на самом деле, свою собственную комьюнити имеют. И, да, это вот тоже такая очень важная составляющая развития программы. То есть есть представители, топ-менеджеры разных компаний, которые участвуют в ее развитии, заинтересованы в выпускниках. И в магистратуре это вот наиболее, наверное, такая яркая история, потому что, в принципе, обучение достаточно короткое, да, всего два года. Ну, можно сказать, вот полтора года учебы и дальше написания диплома. И, в принципе, вот вы можете устроиться в одной из компаний. Ну, вот, кстати, какой у вас дальше план? Как вы видите свою карьеру дальше? Я вижу то, что... Вы сейчас получите еще дополнительные знания и... Ну, мне очень интересно выйти на новый уровень работы с клиентами. Я бы, если так очень просто сказал бы, то мне интересно, как работать с крупным бизнесом, да. И в этой связи вижу, что комьюнити высшей школы бизнеса идеально для этого подходит, что можно обмениваться неограниченным количеством контактов, топ-менеджеров и как-то заводить новые партнерства. Вот. А с другой стороны, вот опять продолжая ваш тезис, тезис про совет в ИШБ и про то, кто находится среди них, я бы сказал то, что вот у нас есть такая практика, что студентов магистратуры вводят по различным офисам компаний. Например, я участвовал в экскурсии по офису Дом РФ, вот, и Николай Козак лично для нас проводил эту экскурсию. Как раз является председателем вашего академического совета. По отзывам всех моих однокурсников, всем очень понравилось это мероприятие, особенно лично познакомиться с теми людьми, кто создают такие сложные цифровые продукты. Вот, это было трансформационным опытом. Супер здорово. Ну, то есть, помимо того, что у вас есть учеба, лекции, семинары, да, в таком традиционном формате, вот еще бывают такие неформальные встречи с интересными людьми. Может быть, чуть-чуть, давайте поговорим про содержание программы, если несложно. Давайте углубимся, какие же курсы вообще вы изучаете, что входит, вот, мы уже знаем чуть-чуть про Маголего, а вообще обязательные курсы, это какие? Может быть, и какие вам сейчас представляются возможности по выборным курсам, да, или активам? Окей. Ну, я бы сказал, что так называемые курсы по проектному менеджменту, по корпоративным финансам, что у нас еще было, у нас есть семинар наставника, на котором мы как раз вместе с... Новая инновация такая с этого года. Где мы вместе с нашим академическим руководителем программы вместе продумываем рамки нашей курсовой и дальше уже выпускной работы, вот, получаем какую-то ценную обратную связь, что нужно туда добавить, какие-то новые тренды, как вообще это происходит. Ну, то есть идея вот этого курса, да, просто хочу, чтобы это тоже было понятно абитуриентам, что с этого года, уже поступая в магистратуру, в самом начале, да, у вас будет такой, так называемый, семинар наставника, вместе с академическим руководителем вы, по сути дела, будете выстраивать и обсуждать, вот, какая может быть ваша индивидуальная траектория, да, то есть на самом деле в данном случае исследовательская или проектная, да, то есть вы обсуждаете в первую очередь, вот, над каким проектом вы будете работать в течение этих двух лет, потому что они, в принципе, прилетают достаточно быстро, ну, и, соответственно, вот, создать рамки, создать рамки этого курсового проекта и, может быть, вашего диплома в том числе, ну, я знаю, что иногда еще туда включаются и, возможно, обсуждение каких-то карьерных траекторий, да, например, ребята могут в конце уже создать свое, собственно, вот такое видение, да, вот, как они видят свою карьеру через два года, ну, и, собственно, тоже вместе с академическим руководителем программы или, может быть, с гостями, которые участвуют тоже в семинаре, помочь это сделать, да, супер, так, ну, у нас, соответственно, есть курсы обязательные, вот, корпоративные финансы, видимо, это вот такой курс, который у нас сквозной, да, через все программы проходит, но есть и специфические курсы, которые именно вот программы, ваши программы... Управление интернет-проектами, наверное, то, о чем еще стоит отдельно сказать. Вот до того, как я стал слушать данный курс, у меня складывалось впечатление, что проектный менеджмент — это достаточно такая общая специальность, которая, да, про то, как руководить проектом, двигать его, но, оказывается, можно было построить курс на основе PMBOOK, это, так называемая, специальная методология, как, в принципе, по международным стандартам должно происходить управление проектами, и на этом курсе можно будет узнать, в чем разница создания проекта и продукта, как нужно выстраивать планирование на проекте. Это у вас будет адаптивным, гибким, да, или же это будет waterfall, где у вас все будет четко распланировано. И тут, наверное, один из бонусов на вот данном курсе было то, что мы... У нас вел преподаватель, у которого был, опять же, прикладной опыт, как руководить крупным коллективом в достаточно успешном российской IT-компании, и мы поэтому имели возможность напрямую задать вопрос, а вот как, почему, например, waterfall хорошо работает для окологосударственных проектов, потому что здесь нужна четкость и планирование бюджетов на долгосрок, и наверняка, навряд ли вы бы услышали такой развернутый детальный ответ, если бы общались просто с кем-то, кто сейчас в продакте или в продакте. Нужны именно специалисты высокого уровня. Вот такого здесь есть. Ну, хорошо. И смотрите, у нас есть несколько вопросов в чате, и как раз про Мага-Лего. Ты заинтересовался? Хочу немножко еще тоже про это поговорить. Так, сколько курсов Мага-Лего максимум можно выбрать за учебный год? Насколько я помню, есть определенные ограничения по количеству кредитов, которые можно получить за каждый Мага-Лего. Есть Мага-Лего короткие, и за них вы получаете 2-3 кредита, а есть те, которые длятся больше, чем 2 модуля, и поэтому там можно и 6 кредитов получить. По опыту за полгода можно взять 2 Мага-Лего по 3 кредита. 6 кредитов получается в сумме. Да, в сумме 6 кредитов за 1 учебный год у нас получается. Да, но есть все-таки еще и обязательные курсы, поэтому надо еще их успевать проходить. Так, и у нас еще был вопрос. Так, секундочку, у меня тут какая-то техническая неповодка. Про собеседование, да, чуть-чуть давайте поговорим. На собеседовании оценивается желание и мотивация клиента, или же помимо этого могут быть заданы вопросы по специфике программы. Как это было у вас? Расскажите про ваш опыт. Да, вспоминаю свой опыт, как я проходил собеседование. Я узнал о том, что у меня собеседование буквально в последний момент. Я даже немного на него опоздал. Поэтому, ребята, те, кто собираются поступать, очень внимательно относитесь к тому, чтобы следить, когда именно у вас проходит собеседование. Там вам присылают информацию. Да, да, да. Потому что... Дело приема. Да, да, да. Если бы я вовремя как-то не организовался и не смог прийти на это собеседование, то вряд ли бы я тогда смог поступить. Вот, поэтому мне вот так вот повезло в последний момент. Что спрашивают? Ну, спрашивают про мотивационное письмо, которое вы прикладываете к вашему портфолио, и на нем нужно именно отразить ваши реальные причины, зачем вы идете на магистратуру, зачем она вам нужна, что вы хотите получить через два года. Вот, я, ну, достаточно конкретно описал это в мотивационном письме. О том же рассказал на вступительном собеседовании, и мне кажется, что вот благодаря этому я учусь здесь. Ну, вообще, да, в первую очередь, наверное, нам важно, что, особенно если речь идет, например, по бюджетной программе, с бюджетными местами, нам важно понимать вообще, что вы достойны того, чтобы занять это место. Ну, то есть это значит, что у вас есть действительно сильная мотивация к обучению, что вы не бросите магистратуру посредине дороги. И, собственно, зачем вы это делаете, да, то есть вы видите, в общем-то, какие у вас карьерные амбиции. Но, на самом деле, собеседование проходит достаточно быстро, то есть это 10-15 минут, поэтому это, в общем, похоже на такое очень быстрое интервью при приеме на работу, да. Могут быть вопросы заданы, на самом деле, по теме тоже, чтобы просто понять, вообще вы, в принципе, понимаете, какую программу вы идете, да. Ну, и опять же, если вы можете показать, что вы изучили программу, которую вы выбрали, да, что вы понимаете, например, почему вы ее выбрали, например, вам понравился какой-то конкретный преподаватель, какие конкретные аспекты этой программы вам нравятся, я думаю, что это будет всегда хорошим элементом подготовки, да, когда вы идете на работу, например, на собеседование на работу, тоже ведь здорово узнать вообще, что это за компания, с кем вы будете разговаривать и так далее. Ну, как лучше всего подготовиться к собеседованию? Тут тоже есть такой вопрос. Маргарита, вы уже частично на него ответили, да. Перед тем, как вы идете на собеседование, посмотрите, пожалуйста, хотя бы сайт этой образовательной программы, куда вы хотите попасть. Прокликайте все ссылки, например, про паспорт программы, какие есть курсы, когда они будут, возможно, у вас преподавательский состав, возможно, у вас уже здесь появятся какие-то вопросы. Ну и также, наверное, можно заглянуть на страницу курсовых и выпускных квалификационных работ. Если вы посмотрите, то на сайте каждой образовательной программы Высшей школы бизнеса есть прям перечень всех работ, которые были в прошлом, позапрошлом и так далее, годах. Вот, и вы можете уже прикинуть, ага, в какой области мне нужно писать мою выпускную работу. И я думаю, это тоже будет хорошим индикатором, если вы точно поймете, что, ага, вот здесь вот я могу как-то использовать свои текущие знания и написать хорошую работу. Ну, на самом деле, я бы еще порекомендовала делать следующее, потому что если, на самом деле, вы, например, еще не проходили собеседование на работу, такое тоже возможно, ну, можно посмотреть, на самом деле, какие вопросы часто задают на собеседованиях. Таких просто погуглите, и вы увидите большое количество информации на эту тему. Попробуйте ответить на них, потому что, в общем-то, вас будут похожие вопросы тоже задавать, вам вот такие похожие вопросы задавать. Я знаю, что часто еще тоже из опыта абитуриентов они рекомендуют другим абитуриентам проходить, попробовать, собственно, проходить все-таки собеседования, ну, просто поддаваться на какие-то вакансии и попробовать пройти, потому что вы тоже уже получите какую-то обратную связь, посмотрите, можете ли вы структурировать свой опыт, сможете ли вы правильно делать акценты на положительных элементах этого опыта, ну, и так далее, да, то есть, на самом деле, в принципе, это то, что вы должны сделать, подавая документы в магистратуру, да. Часто тоже вот есть беспокойство абитуриентов по поводу индивидуальных достижений. Вот я там, например, не участвовал где-то, что мне сделать? На самом деле, посмотрите еще раз внимательно, что вы сделали, потому что часто, на самом деле, опыт может быть не связан напрямую с программой, он тоже может показывать, например, ваши лидерские способности, например, вы организовывали какое-то мероприятие большое, да, то есть вы умеете работать с людьми, вы умеете работать с командами, это тоже важно, например, для будущей работы, будете ли вы руководителем проекта в IT-компании, или будете создавать свой бизнес, все это может играть роль, поэтому все, что может хоть как-то положительно вас характеризовать, это может быть ценно. Ну вот, наверное, да, тут есть вопросы еще по поводу того, будет ли доступна презентация. Конечно же, мы все разместим, вышли всем, кто зарегистрировался на вебинар, но кроме этого, я хотела бы пригласить вас в наш канал в Телеграме для абитуриентов, где, на самом деле, мы размещаем все полезные ресурсы, ссылки, и вы можете найти все публикации, интересующие вас там. Да, ну, может быть, последний вопрос у нас как раз появился. Достаточно ли будет двух рекомендательных писем для портфолио? Использовали ли у вас вообще, были там рекомендательные письма? Насколько я помню, да, рекомендательные письма можно взять у своих предыдущих работодателей, либо, возможно, ваших научных руководителей, если вы сейчас как раз свой диплом пишете, и у вас хорошие отношения с вашим научным руководителем, да, вы там не забываете ему писать о том, что вы есть, и вы пишете свою работу, то, я думаю, он без проблем может вам написать хорошую рекомендацию, вы ее просто приложите. Ну, это как тоже один из элементов индивидуального достижения и подтверждение вашего опыта работы. На самом деле, все, что можно, нужно прикладывать. Вот я думаю, что так. Ну, если у вас был один работодатель, то, в общем, одного достаточно будет тогда, наверное. Все, спасибо. Приглашаем вас в Телеграм-канал. Будем рады ответить в том числе и там на ваши вопросы. Ну, а далее приглашаем вас в Высшую школу бизнеса. Уже совсем скоро начнется регистрация на подачу документов. на программу магистратуры. Ждем вас. Будем рады вас видеть. Присоединяйтесь к команде Высшей школы бизнеса. Всем успехов! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова